Критикан, но все же банкрот. Ближайший соратник Навального Леонид Волков, критикующий власть за неэффективное управление, оказался учредителем множества фирм, причем пустышек. Среди этих фирм есть задолжавшие бюджету и кредиторам миллионы рублей. По сути, все инновационные проекты, за которые брался соратник Навального, бесславно закончили свое существование. Вот, например, в 2011 году Волков вместе со своей бывшей женой Натальей Грединой основали компанию ООО «Прожектор Венчурс». Она инвестировала от 150 до 500 тысяч долларов в десяток сибирских и иностранных стартапов. За два года деятельности компания показала отрицательные финансовые результаты и затем сменила владельца. Идем дальше. Еще одна фирма Волкова ООО «Бизнес-услуги» тоже признана банкротом за долги и также ликвидирована. Ее главный финансист, сами знаете кто, а результат – многомиллионные убытки. Ну, в общем-то, это подтверждает и определение суда. Фирма задолжала только кредиторам около 7 миллионов рублей. Пострадали от ее деятельности очень много компаний и, разумеется, большие долги по налогам. Судя по всему, честный бизнес Волков вести так и не научился. У нас обязательство очень несовершенное. Чемок может открывать, там, бесчисленное количество фирм, банкротить, их просто бросать, переписывать на номинальных директоров, и за это ему ничего не будет. Вот это главный, пожалуй, минус и Акилесова-пита нашего обязательства. Ну, по Волкову очень много информации. Вот то, что я взял, это самые выпиющие случаи. Там много и просто брошенных компаний, много всяких благотворительных организаций, которые ничем не занимались просто вообще. То есть это наиболее, скажем так, самые выпиющие факты.